Обслуживание лифтов Если говорить конкретно по каким-то адресам, то несмотря на все это, на сегодняшний день в городе простаивает где-то не больше 30 лифтов. То есть это, с одной стороны, много, если смотреть, что в каком-то доме лифт не работает и люди пользуются, не могут им воспользоваться, естественно, на всех верхних этажах живут и пенсионеры, и дети. Но если брать в процентном соотношении, то это меньше двух процентов. То есть, в общем-то, достаточно приемлемый показатель для статистических данных. Ну, ЖЭК как балансодержатель, но у ЖЭКа тоже нет никаких возможностей, потому что квартплата смешная, им не хватает на зарплату. Поэтому выполняет эту роль департамент жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом году на ремонт лифтового хозяйства всего города департамент выделил это с экспертизой, с текущим ремонтом, с капитальным ремонтом почти 9 миллионов гривен. В этом году пока заложена сумма, насколько я знаю, 4 миллиона гривен в титул, но, возможно, она будет пересматриваться. То, что лифты необходимо капитально ремонтировать, это, конечно, с одной стороны да, но с другой стороны у них должен появиться настоящий хозяин и владелец, который о них заботится. Я думаю, вы слышали эту программу по поддержке перехода в ОСМД, да, жителей, но с другой стороны, вот они эту программу начали, дай бог памяти, 10 февраля там красиво презентовали. Сегодня у нас 24 марта, естественно, ни один дом в ОСМД не вышел и не выйдет. До тех пор, пока жилищные тарифы на обслуживание не лифтов, а именно домов не будут приведены к экономически обоснованным. Потому что люди, да, многие люди хотят перейти в ОСМД, взять свой дом, начать наконец-то его обслуживать. Многие недовольны работой жилищных предприятий, это же как бы накладывается и на нас. Но когда начинают считать, сколько же наша общая площадь, сколько мы сейчас платим ЖЭКу, то выясняется, что за эти деньги, то есть как только люди выйдут из ЖЭКа, этих денег им никак не хватит на более-менее пристойное обслуживание дома. Ну, я это уже объяснил, что это связано с тем, что ЖЭКом помогает. То есть, естественно, уговорить человека, что выходи в ОСМД и будет в дом вкладываться деньги, но платить надо не гривну 70, а минимум 2,50-2,60 за квадратный метр. Это, между прочим, мы скажем, что это очень маленькие деньги, потому что сейчас в Украине кварплата, ну, если так брать, в общем, в Украине кварплата, это порядка 3-3,50 гривен за квадратный метр. Это та кварплата, которая позволяет достойно содержать дом. То, конечно, желающих нет, потому что люди с 6-го года платят гривну 70, и зачем им платить больше? Ну, плохо и плохо. То есть для того, чтобы сдвинуть вопрос в переходе домов в ОСМД, необходимо вывести жилищные предприятия на экономический обоснованный тариф. Когда это сделает город, ну, это большая загадка. Для того, чтобы вы понимали, на сегодняшний день в этих городах одна поездка в лифте стоит 25 копеек. Ну, в маршрутке 4 гривны, да? 25 копеек – это очень небольшие деньги, но с одной стороны. С другой стороны, очень выгодно это и домовладельцам, обслуживающим организациям весь дом, потому что резко сокращаются расходы на электричество. Нужно же не забывать, что ЖЭК или представители ОСМД, или представители ЖСК оплачивают электричество работы лифтов. Мы выполняем обслуживание, аварийное спасение, контроль за работой лифтов, диспетчеризацию, а ЖЭКи платят за электричество. И вот когда поездка становится вроде бы копейки, но платной, многие, кто живут на третьем этаже, на четвертом, или кто там с пятого спускается вниз пешком, они ждут лифта. То есть начинают экономить, и в том числе экономится электричество. Владельцу выгодно. Нам, как обслуживающей организации, честно говоря, тоже выгодно. Потому что чем меньше лифтом пользуется, ну тут же опять-таки появляется чувство хозяина, чем меньше им пользуется, тем меньше он портится, проще его обслуживать, и люди уже относятся к лифту немножечко сознательнее. Субтитры создавал DimaTorzok